Братья и сестры, мир вам! Великая Среда – это день, который напоминает нам о предательстве Иуды, совершенном за деньги. Была ли у него идея какая-то, и каково было его мировоззрение? Эта проблема оттревожила многих богословов на сей вопрос. Есть много разнообразных ответов. Не знаю, какой из них достоверный. Но то, что он взял деньги, обесценивает любую идею, которая, быть может, в нем была. Иоанн Богослов говорит, что Иуда был вор, что не означает, что Иуда упражнялся в лазании по чужим карманам или залазил в чужие дома. Нет, он имел воровское сердце. Можно быть вором, ничего не укравши. И в одном евангельском эпизоде проявляется действие воровского сердца, а именно, когда женщина накануне страданий Христовых возлила на него драгоценное миро, Иуда сказал, зачем погибло столько драгоценной масти? Можно было бы продать за энную сумму и раздать нищим. И замечает Иоанн Богослов, что он не о нищих печаловался, а был вор. И, в общем-то, свойство вора – это переживать о чужом. Воровское сердце – это когда человек смотрит на чужое и говорит, почему у него есть, а у меня нет. Или он смотрит на чужой достаток и говорит, а зачем так много ему? Нельзя ли, например, это все продать, построить детям больницу или старикам дом престарелых? Вы слышите в этих моих словах постоянную тему нынешних разговоров. Когда мы оценочным взглядом оцениваем чужое имущество и печалуемся о чем-то непонятном, то ли о том, что у нас его нет, то ли о том, что почему-то они это не пустили в другую сторону, мы, по сути, повторяем иудин лексикон и словами своего языка обнаруживаем свое иудиносердце. Вообще цивилизацию нашу можно в некотором смысле назвать постхристианскую цивилизацию, иудиной цивилизацией, потому что главной ценностью стали деньги. Деньги стали Богом вместо Бога, ибо им приписан атрибут всемогущества. Это главная ценность, а поскольку Господь есть предельной ценностью в человеческой жизни, то всякая замена претендует стать на место Бога. И так, по крайней мере, один атрибут Божий деньгам приписан. Это, повторяю, всемогущество. Их любят, к ним стремятся, их жадно хотят, ради них совершают все, что угодно. Собственно, это есть некое служение ложному Богу. И храмы этого ложного Бога называются, там, не знаю, банками с грабительским процентом, или быстрыми кредитами с волчьими требованиями, за которые ты потом все отдашь, значит, что не успел приобрести и то, что было раньше. Вообще вот эта вся система, при которой люди жадно хотят денег любой ценой. Сколько вскрывается воровских схем постоянно, сколько журналисты нам предоставляют информацию о том, что люди неусыпно думают, как бы кого где нагреть, как бы купить дешевый и продать подороже, как бы отдать лежалый товар, как бы обмануть старика, значит, такой, как бы напугать родителя, что якобы его дети в милиции, что он быстро расплатился по телефону, как бы вообще нагреть денег быстро. Это признаки такой-то несытой иудиной цивилизации, которой больше ценностей нет. Ругая Иуду, а Иуда ругается вообще жестоко и страшно, «Проклятый сатано» называет его одной из песнопений Страстного четверга, Страстной пятницы. Говорит, как ты бесценного продал на цене? Ты же совершал чудеса, ты же мертвых воскрешал вместе с прочими апостолами, ты же видел чудеса, ты же вообще, значит, все было у тебя, что было у всех апостолов. Как ты продал бесценного? Такое, другая Иуду, нужно сдерживаться несколько, поскольку немножко Иуды может быть и в тебе, и в мне. В ком-то больше, в ком-то меньше. Это именно отношение к деньгам. Это умение или неумение их зарабатывать, это привязанность к ним, желание или невозможность с ними расстаться, умение делиться, сильная или умеренная скорбь при их потере или недостатке. В общем, все это определяет человеческую душу очень четко. Вообще, денежный вопрос – это один из главных маркеров человека в цивилизации. Праведность в отношении к деньгам – это первичная степень праведности, которая, если не пройдена, дальше праведности искать незачем. Поэтому, будучи, в общем-то, одной ногой стоя в Иудиной цивилизации, а другой ногой стоя в Церкви Христовой, расползаясь иногда в шпагате между двумя стульями, мы мучаемся постоянно. И, говоря о вечном, вместо того, чтобы говорить о вечном, говорим о нехватке денег. Если вы узнаете себя в этом, то знайте, что деньги – это рабочий инструмент. Они подаются делателю и подаются в нужной мере рабу Божьему, потому что все принадлежит Богу, а служащий Богу имеет слугой себе всю Вселенную. Ругайте Иуду, но бойтесь быть им. И поскольку каждый раз мы не можем причаститься, не вспомним об этом человеке. Мы не вспоминаем при причастии ни о Самуиле, ни о Самсоне, ни о Давиде, ни о Иефае, ни о Деборе, ни о Вараке, ни о Симеоне. Но мы говорим, не лапзане я тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Это именно потому, что у каждого человека есть вполне реальная возможность стать Иудой тайно от самого себя. Да хранит нас всех от этого Бог.